Я хотел бы также выразить благодарность за это пространство, в котором мы сегодня находимся, именно за пространство экспозиции. Алла Васильевна говорила о состоянии пути, состоянии путешествия. И вот эта проблема шелкового пути – это проблема путешествия, путешествия внешнего и внутреннего, которым каждый раз мы совершаем. И вот это путешествие – это путешествие пространства экспозиции совершается. Удивительно, что начинается это с русского ангарда, начинается с Матюшина, с Елены Гуро, начинается с пространства, которое как бы сзади нас, оно прокидывается на нас, оно помещается в внутреннем нашем состоянии. И одновременно пространство направляется куда-то вглубь. Вот это взаимный диалог между прямой и обратной перспективой. И в то же время это сопровождается такими спролевидными конструкциями. Вот спролевидная конструкция у рядом с нами сидящего Франциска Инфанта. И отзывается удивительная спролевидная конструкция, она отзывается в последнем вот этом пространстве, где появляется ступа буддийская, прикрепленная к наутилусу, у окошки наутилуса. А форма, структура окошки наутилуса – это такая спираль, которая подчиняется числу Фибоначчи, спираль, которая как бы бесконечно развивается, одновременно в своем сечении обладает золотым сечением. Вот совершенно удивительное совпадение. И вот маршрут шелкового пути, исторически зафиксирован, он начинался в 128 году до нашей эры. И из империи Хань отправился караван верблюдов, который был поручен императором Удином. Этот караван верблюдов повез шелк и повез бронзовые зеркала. И вот верблюд присутствует здесь, и зеркала присутствуют также здесь. Вот спираль замыкается также в этом пространстве. Этот же караван отозвался путешествия Афанасии Никитина. Афанасий Никитин в 1034 году совершает путешествие из Твери, попадает в Астрахань, собирается продать жеребца, собирается его продать. Но он был ограблен, был ограблен и совершенно неожиданно решает продолжить свой путь. И вот русский человек, продолжая свой путь, оказывается в Индии. Оказывается, в Индии он продает вот этого арабского скокуна. А для Китая было очень важно вообще и для Индии это арабские скокуны, потому что лошади были очень низкорослые в той части планеты. И вот Афанасий Никитин, возвращаясь через Три моря, возвращаясь через море, через Индийский океан, через Черное море возвращается, пишет записки. Эти записки были обнаружены, обнаружены были Карамзиным в архивах Троицы Сергиевской лавры. И удивительно, что в этих записках, эти записки начинаются с молитвы «Господи Иисусе Христе, помилуй меня, прости меня, аминь». А завершается арабской молитвой. Вот это неожиданная вещь. Внутри, в пространстве этих записок Афанасий Никитин говорит, что ему предлагали принять мусульманство и предлагали огромные деньги, если он примет, что его жеребец будет продан за огромные также, огромные деньги за тысячи золотых. Он отказывается, как рассказывает, но завершает свою исповедь арабской молитвой. А вот находит, опять повторяю, Николай Карамзин, находит эти записки Троицы Сергиевской лавры, а Николай Карамзин начинает свою творческую деятельность. Он пишет в журнал «Масонство», пишет к Новикову, пишет тексты, в тексте, а журнал это называется «Детское чтение, чтение для детей». И он пишет тексты, связанные с кофе и с табаком. Вот это кофе и табак непонятны для детского чтения, а кофе и табак – это шелковый путь, это предмет, который идет из шелкового пути. И вот это путешествие дальше он совершает, сам Николай Карамзин совершает путешествие на запад, практически прямой. Вот это путешествие, внешнее путешествие, которое как бы продолжающий великий шелковый путь, но продолжающий на севере. Он едет через Литву в 1789 году, открывается для него Балтика, море, где море для него – это такая стихия мывающая, удивительная. Потом он также завершает свою главу «Возвращение опять морем», специальная глава, посвященная морю. Посещает Кенисберг, где беседует с Кантом. А Кант продолжается у отца Павла Флоренского в его замечательной книге «Сто подтверждений истинных», где Флоренский спорит с Кантом. Потом он дальше совершает свою поездку в Берлин, в Веймар. Веймар встречается с Гердером, видит в окне Гёте, попадает в Альпы, спускается по Альпу в Швейцарию. То есть совершает опять вот это движение, которое Суворов совершает в первых наполеонских войнах, побеждая Наполеона в одном из сражений. Оказывается, в Париже, но он не увлекается как бы традиционной стихией. Его Париж интересует театр, он дальше появляется в Лондоне и возвращается морем, возвращается морем опять в Россию, в Петербург и пишет историю государства российского. Вот истории государства российского написаны, написаны как бы на севере после завершения этой исторического пути, собственно, путешествия Крамдзина. А истории государства российского – это же движение с севера на юг, из варяг в греки, вот это путешествие уже по Меридиану вниз. А русская вера, православная вера появляется, наоборот, в обратном движении, из грек в варяге, с юга на север. Есть еще движение русского бунта, это движение с востока на запад, движение Пугачева, где повторяет это движение в своих записках, потом Александр Сергеевич Пушкин. Но Пушкин и тоже есть такие колебательные движения. Он едет также сначала в своей юности, едет в Кишинев, в Одессу, потом возвращается в Москву, дальше на север опять у него Михайловская, Псков, опять путешествие Москвы во время коронации Николая I. И вот это удивительное колебательное движение, которое совершается вот с юга на север, с севера на юг, с запада на восток. И фактически одно из путешествий грандиозных совершает Чехов, путешествие на Сахалин. Да такой тоже своеобразный шелковый путь, но уже по северу. И возвращается Чехов через Индийский океан, повторяя путь Афанасии Никитина. Как вспоминает его брат Михаил Чехов, что сам Антон Чехов в это время был достаточно сильный физически. Это потом узнаем его так восслабленного и совершенно странного, как памятник рядом с Амхатом. Что Чехов ныряет с пароходом, плавает вокруг парохода в Индийском океане. Останавливается на салоне, пишет свой замечательный рассказ Гусев. Вот это символическое путешествие русской культуры, связанное с литературой и с тропой, с путешествием, переходит во внутреннее состояние путешествий отца Павла Флоренского. В работах отца Павла Флоренского существуют совершенно иные путешествия. Это путешествие, связанное с диалогом прямой и обратной перспективы. Прямая перспектива — это измерение дальних состояний, куда наш глаз может упереться в последнюю плоскость нашего видимого. Обратная перспектива опрокидывается на нас, она как бы идет за нас и сосредотачивается одновременно в нас, в человеке, о чем говорил Михаил Матюшин. Вот это двойное состояние вперед-назад, вперед-назад создает неэвклидовое пространство. Неэвклидовое пространство — это тоже удивительное пространство, где, собственно, существует вот этот парадоксальный диалог внешнего и внутреннего двух плоскостей. Есть плоскость, где отмечена нашими вещественными числами, и обратная плоскость отмечена мнимыми числами. Вот это состояние, где можно через вещественное число провалиться в мнимое число и обрести совершенно новые коммуникации. Новые коммуникации предлагает отец Павел Фаренский, он предлагает совершенно иную геодезию. Вот это геодезия, где в неэвклидовой геометрии существует, с одной стороны, верхнее состояние эвклидовой плоскости, которая подвластна световому лучу, световому лучу прямой. Это ньютонское состояние, где луч проходит прямо, и сам ньютон говорит, что первая часть его геометрии — это геометрия божественного луча, где Господь Бог, Творец, может пойти непосредственно проникнуть по прямой линии. Мы живем в неэвклидовом пространстве, в сложном пространстве, в пространстве времени, скривленном пространстве времени. И вот это скривленное пространство времени имеет два состояния, имеет как бы две геодезические линии. Эти две геодезические линии, они определяют досветовую скорость и сверхсветовую скорость. И по этим обеим линиям может двигаться вещественная материя. Но только она может двигаться досветовой скорости, может двигаться со сверхсветовой скорости. То есть вот эта сверхсветовая скорость позволяет веществу материи оказаться в иных измерениях. Это одна из глубоких возможностей оказаться в ином мире, используя вот это состояние мнимой геодезической линии, открываемой Лобачевским, открываемой отцом Павлом Флоренском. Работа, разработанная в замечательной книге «Мнимость и геометрия», к сожалению, не завершенная работа. На обложке появляется работа Фаворского. Любимого художника нашего Эрика Булатова, которому скоро выполняется 80 лет, вот 5 сентября он к нам приезжает, возвращается в Россию, где также он пробовал соединить картину открытую и закрытую, выпуклую и вогнутое пространство, прямой обратной перспективы. И вот эта линия символических путешествий, которая замыкается в творчестве отца Павла Флоренского, удивительно проходит через вот эту экспозицию, которую мы видим, которая начинается со Стерлигова, где пространства способны выворачиваться наизнанку, проходит через личность человеческую, и личность может оказаться в ином измерении, внутри купола, внутри купола, где плоскость, соединяющаясь с другими измерениями, очень тонка, бесконечно малая плоскость, которая нас практически не отделяет от существования ангела. Вот, находясь здесь, я хотел закончить вот этим ангелическим пространством и поблагодарить за эту возможность. Спасибо.